На своем мини-вене они в третий раз приезжают в Ульяновск, чтобы вновь оценить качество и безопасность дорог. Специалисты Дорожной инспекции Общероссийского народного фронта на этот раз проехались не по центральным улицам, а заехали в частный сектор. Такой маршрут им продиктовали сами жители, которые отмечают наиболее проблемные, по их мнению, участки на специальной карте убитых дорог. Ну вот если говорить про статистику Ульяновска, то здесь показатели достаточно низкие, добавлено мало дорог, это всего 244 участка, за которые граждане проголосовали, отдано мало голосов и по нашим данным, которые есть, всего 6 дорог отремонтированы с этого списка, но это совсем небольшие показатели. Низкие показатели, по мнению участников Дорожной инспекции, связаны именно с преобладанием в городе частного сектора. Пути движения автомобилей, пролегающего через него, относятся к четвертой категории, то есть это дороги с максимальной шириной 6 метров. Такие участки, как оказалось, составляют 80% от общей протяженности всех магистралей города. Но и это полбеды. Самая большая проблема, связанная с дорогами Ульяновска, это даже не отсутствие асфальта, а то, что нет освещения. В городе темно и нет разметки. То есть для нас, как иногородних, было очень проблематично проезжать некоторые перекрестки, совершенно непонятно куда ехать. В этом специалисты УНФ убедились сами. Свою работу они начали уже поздно, вечером с 12 на 13 июня. Проезжая в полночь по местному времени, перекресток на улице Федерации Тухачевского, они погрузились во тьму. Фонарь над пешеходным переходом не горел, да и вся улица была, мягко говоря, не освещена. Не обманывали не только глаза, но и специальный прибор, на экране которого горели показатели в ноль люкс, что говорит о полном отсутствии освещения. При этом здесь уже были случаи, вот в прошлом году, по-моему, 4 или 6, надо будет утащить информацию, случаев, что сбивали пешеходов. Вот, и действительно опасное место, и вот таких мест в городе очень много. Да, здесь есть разметка, которую опять же надо обновить, но абсолютно отсутствует какое-то освещение. Эти фонари не работают, но даже если бы этот фонарь работал, необходимо устанавливать дополнительные мачты освещения на пешеходных переходах. Эксперты вернулись на этот участок уже утром вместе с журналистами, чтобы задать вопросы представителям городской администрации. Как заверили вторые, с фонарем разберутся в частном порядке, а безопасность перекрестка увеличат с помощью новых светофоров. У нас два светофорных объекта в этом году, вводятся новые. Вот этот перекресток, Федерация улица Тухачевского. Здесь было в прошлом году 4 дорожно-транспортных происшествия, 3 наездных пешеходов, 1 столкновение и 7 пострадавших. Поэтому его включили в план работы. На второй проблемный участок контролеры вышли с дорожно-измерительной рейкой. Сейчас на перекрестке улицы Роза-Люксенбург и Тимирязева идет ремонт. Дорожные рабочие подбивают рельсы, засыпают щебень и утрамбовывают его. В связи с этим здесь есть временные неудобства. Однако жители утвердят, что понятие «временно» давно затянулось. Машины продолжают оставлять здесь колеса, а люди смотрят в оба под ноги. К этим проблемам общественники добавляют отсутствие света. Фонарь тут тоже не работает. В соответствии с ГОСТом 505.97.2017 трамвайные пути, находящиеся в пределах проезжей части, от своей верхней части не должны иметь выступ над остальной проезжей частью, грубо говоря, над асфальтированной, больше 2 см. Усомнились региональные представители ОНИФ и в качестве щебня. Какой щебень здесь используют? Вот этот вопрос очень важен, между прочим. Да, видите, он уже превратится в клену через какое-то время. Хорошо, в лабораторию дадим проверить, какой здесь щебень используется. Без проблем. Мы сколько раз говорили насчет щебня. Гранитный щебень. Не, неоднократно, что используется щебень должен не меловой, а именно гранитный и серьезный. А здесь вот мы видим даже визуально. Ну, посмотрим, как оно будет, покажет. Далее участники рейда проехали за Волгу, где на улице Ворской идет капитальный ремонт. Здесь общественники усомнились в правильности выполнения работ. Возникает вопрос, зачем сложилось сначала асфальтовое покрытие, а после асфальтового покрытия начинается укладка бордюрного камня. По моему мнению, я считаю, что сначала должен был выставлен бордюрный камень, а затем единым полотном должна улица быть заасфальтирована. В свою очередь, Игорь Бычков заверил, технология правильная, просто участок специфический, поэтому и пошли другим путем. Значит, здесь выполнена работа по укладке нижнего слоя асфальтобетона. Это данный участок улицы, меняется профиль. То есть, здесь посередине аллеи будет сделан тротуар, вдоль аллеи борт камень будет выставлен, и уклон, соответственно, делался такой, чтобы сток уходил в сторону, чтобы вода на этом участке не стояла. К диалогу присоединились местные жители, которые попросили ограничить движение на участке от улицы Меликеской до Ворской в часы пик. Даже не столько ограничить, сколько проконтролировать исполнение дорожных знаков. Объезжая светофор, автовладельцы проезжают по грунту, поднимая пыль. Ну, вереницы идут в пиковое время машины. Дышать нечем. Вот. Знаки поставили. Ну, хорошо, и грузовые идут, и легковые идут. Ну, хоть бы раз, два ГАИ проконтролировали установки этих знаков. Нет ни одного раза такого. После Ульяновска эксперт УНФ проверит дороги в Пензе. За два года на карте убитых дорог жители страны отметили 42 тысячи участков. 30% этих дорог, благодаря проверкам независимых дорожных экспертов, либо отремонтированы, либо добавлены в план ремонта. Ренат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ.